Вот эта часть работников личной медицинской помощи поручила для них, президент нашей страны, правительству, для них начать политическое повышение заработной платы на 20%. Казахстан вошел благодаря труду простых казахстанцев в число 50 развитых стран мира. Глава региона Бердебек Сапарбаев поздравил тружеников с праздником Днем Труда и наградил их грамотами, благодарственными письмами и денежными сертификатами. Конкретных поручений глава государства нам дал. В октябре с рабочим визитом находится министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек. В регионе он проведет ряд встреч с трудовыми коллективами по разъяснению послания президента, а также посетит инфраструктурные и социальные объекты. Добрый вечер. В эфире информационная программа «Факт» с новостями. К этому часу Ася Кинжалина. Небольшое потепление ожидается на этой неделе в октябре. Синоптики обещают, что ко второй половине недели воздух прогреется до 21 градуса по цельсию. И уже завтра будет теплее, чем сегодня. 13 градусов днем и около нуля ночью. Осадков в первой половине недели не предвидится. Первая половина недели будет определяться у нас областью повышенного давления. То есть это где-то до среды примерно будет стоять антициклон. Погода будет солнечной, без осадков. Ветра сильного не ожидаем. Температура в ночные часы, предстоящие сутки 0,5 мороза, местами 3 тепла. Днем завтра по области 8,13, местами 16. В городе предстоящая ночь 0,2 мороза. Завтра днем 11,13 тепла. Спичка или сигарета могла стать источником пожара, из-за которого в октябре сгорели 30 квартир, сообщает Костак. Причина пожара в квартире 69, которая 4 октября выгорела полностью, и откуда огонь распространился на другие квартиры, стал малокалорийный источник горения. Пожарные так называют спички и сигареты. Источник горения упал на балкон квартиры 69. Там загорелись домашние вещи и начался пожар, который охватил с третьего по девятые этажи. Свою роль сыграл ветер, сообщили тогда пожарные, рассказал источник в службе пожаротушения Акцубинской области. Сами жильцы считают, что на быстрое распространение огня повлияла легко воспламеняющаяся декоративная облицовка. Напомним, возгорание произошло 4 октября. В результате пожара было эвакуировано 200 человек. Спасены 47. Общая площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Пострадали 30 квартир. Жертвы пострадавших удалось избежать. В октябре с рабочим визитом находится министр по инвестициям и развитию республики Женос Касымбек. В регионе он проведет ряд встреч с трудовыми коллективами по разъяснению послания президента. А также посетит инфраструктурные и социальные объекты. Сегодня министр встретился с акцубинскими металлургами, горняками, шахтерами и руководителями местных горно-рудных компаний. Участие во встрече принял также глава региона Бердебек Сапарбаев. Наша задача не снижать темпы роста экономики региона. Вы тоже из средств массовой информации хорошо знаете. Вот последний приезд президента. Мы на Султана Абишу доложили о выполнении его поручения. Но самое главное это обеспечить темпы роста экономики. То есть все наши основные социально-экономические показатели должны быть ниже, чем были в прошлом году. В свою очередь столичный гость в своей речи отметил важность развития горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности в целом для улучшения экономического роста республики и повышения благосостояния ее граждан. В послании главы государства министерство выделяет два основных приоритета. Это улучшение жилищных условий казахстанцев и экспортоориентированная индустриализация. Эти приоритеты призваны обеспечить темпы роста экономики и устойчивое продвижение страны. Наше министерство оно многоплановое и ряд конкретных поручений глава государства нам дал по реализации трех базовых больших государственных программ. Это индустриализация, жилищное строительство, инфраструктура. Поэтому если разрешить я хотел бы остановиться на реализации поручений главы государства в рамках послания главы государства. Важной составляющей благополучия является обеспечение граждан качественным и доступным жильем. Актюбинская область сохраняет лидирующие позиции по жилищному строительству в региональном разрезе. По итогам девяти месяцев сдано свыше четырех тысяч квартир, что превышает уровень прошлого года на 27%. Важным инструментом обеспечения граждан жильем является инициатива президента 7-20-25. По данной программе в Актюбе уже одобрена 131 заявка. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Депутаты мажилиза парламента, члены фракции Нур-Отан посетили сегодня Кабдинский район. Мажилисмены встретились с населением Жиренкомпинского сельского округа, разъяснили основные положения недавнего послания главы государства и выслушали чаяние местных жителей. Президент начал свое послание, когда касался разговора о повышении качества медицинских услуг, что обратил внимание на первичную медико-санитарную помощь, то есть на тот вид медицинской помощи, с которым сразу встречается большинство нашего населения. И вот эта часть работников первичной медико-санитарной помощи поручил для них, президент нашей страны, правительству, для них начать правительственное повышение заработной платы на 20%. Вместе с Куралой Каракен с рабочей поездкой в Жиренкупе побывали мажилисмены Сакен Утсибаев, Бахытгуль Хаменова, Геннадий Шиповских. Отметим, что в сельском округе сегодня проживает 607 человек. Село обеспечено электричеством, сотовой связью телефонизировано. На встречу с депутатами местные жители посетовали на отсутствие газификации и питьевой воды. Это сейчас главные проблемы жиренкупинцев. Многие из них ознакомились с посланием главы государства «Рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни» и выделили для себя наиболее важные тезисы. Минувшую субботу в октябре прошел региональный форум, посвященный празднованию Дня труда. В мероприятии приняли участие руководство области и города, ветераны труда, передовики производства, победители регионального конкурса «Имбек-Жолы», энергетики, железнодорожники, машиностроители, учителя, врачи и представители других профессий, вносящих вклад в развитие региона. Глава региона Бердебек Сапарбаев поздравил тружеников с праздником, наградив их грамотами, благодарственными письмами и денежными сертификатами. Во время своей речи о Кимобласти поблагодарил октябинцев за то, что они приложили все усилия для развития региона. Это отметил и глава республики во время очередного визита в октябре. Казахстан вошел благодаря труда простых казахстанцев в число 50 развитых стран мира. И то, что у наших семей благополучие, достаток, и что наши дети учатся, получают достойное образование, имеют возможность заниматься спортом, культурой и так далее, это опять же благодаря труда. Победителем в номинации «Лучшая трудовая династия» регионального этапа конкурса «Янбек Жолы» стал плавильщик октябинского завода феросплавов «Беркин Баймулдин». Лучшим молодым работником производства признан электромонтер АО «Казактелеком» Олжас Сейдалы, а начальник плавильного цеха номер 2 АЗФ Абилкаир Саткаров назван лучшим наставником работающей молодежи. Мне сейчас 22 года, но в компании я проработал 4 года на хорошем счету у руководства предприятия. Учился тоже в Актобе, в колледже связи. Я очень благодарен «Казактелекому» за то, что в руководстве увидели меня и мои навыки. Огромное спасибо Бердебеку Машбековичу за такой конкурс. Это огромный стимул для всех. Мне кажется, если мы все будем всегда старательно учиться и трудиться, то наша страна обязательно будет процветать. Наградами также были отмечены и ветераны труда, участники конкурса «Янбек Жалы» и передовики производства. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Акимат города Актобе продолжает работу по составлению списка присяжных заседателей. В настоящее время предварительный список уже сформирован. Кандидаты проходят проверку на соответствие. На основе списков избирателей методом случайной выборки граждан был составлен предварительно первичный список кандидатов присяжных заседателей по городу Актобе на 2019 год. Данный список будет размещен в холле Акимата города по улице Ахтаново, 50. Приглашаем горожан с 22 по 29 октября 2018 года с 9 до 6 часов ознакомиться с предварительно первичным списком кандидатов присяжных заседателей. И к другим новостям. Общенациональный план мероприятий по посланию народу Казахстана утвердил президент Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба главы государства. В целях реализации послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни восстановляю. Утвердить общенациональный план мероприятий, говорится в указе президента. Также глава государства своим указом дал ряд поручений к Абмину. В частности, обеспечит неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям послания. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента республики. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания. И о других событиях в стране и мире вы узнаете из следующего видеообзора. Китай предупредил США о негативных последствиях выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект. Отсылка Китаю, сделанная президентом США Дональдом Трампом, в его заявлении о выходе из соглашения является абсолютной ошибкой. Мы надеемся, что все соответствующие стороны посредством диалога смогут урегулировать возникшие вопросы, заявила сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуни. Напомню, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. Число жертв крупной железнодорожной аварии на Тайване выросло до 22. Травмы получили 171 человек, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о 18 погибших и 160 пострадавших. Среди госпитализированных с незначительными ранениями находится одна гражданка США, о других иностранцах среди погибших и пострадавших пока не сообщается. Местные власти назвали эту аварию самым крупным происшествием на железной дороге острова за последние 37 лет. Скоростной поезд сошел с рейсов в воскресенье на севере Тайваня. Причина происшествия до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек. Президенты США и Турции считают, что по делу журналиста Джамаля Хашаги необходимо провести тщательное расследование. Убийство президента и обсудили по телефону. Эрдоган обещал обнародовать промежуточные результаты расследования во вторник. Невесте Хашаги сейчас предоставлено убежище в Стамбуле. В ночь на 20 октября государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение, что Хашаги мертв. Гибели привела ссоры с сотрудниками консульства в Турции. Провести тщательное расследование и установить виновных призвали ранее Великобритания, Япония, Дания и других государствам. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Ламатинской области, сообщает пресс-служба ТО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция». Сегодня в 11.31 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение эпицентр и его расположился в 346 километрах на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Эпицентр был расположен на глубине 10 километров в Сарканском районе Ламатинской области. Сведений об ощутимости нет. Пожар в крупном супермаркете произошел в Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города. Сегодня в 6.56 на пульт 101 ДЧС города Алматы поступило сообщение о горении бутика на территории супермаркета «Магнум». Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут. Как выяснилось, произошло горение двух бутиков с переходом огня на входную часть «Магнумом», сообщили в ДЧС Алматы. От теплового воздействия пострадала южная стена здания. Пожар ликвидирован в 7.38. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров жертв и пострадавших нет. Полицейские раскрыли обстоятельства гибели журналистки Айгири Мусаевой. В Алматы местный департамент полиции сообщил, что тело журналистки было обнаружено в ночь с 20 на 21 октября на железнодорожных путях в Турксибском районе. За несколько часов до этого, 20 октября, в полицию поступило сообщение от супруга о пропаже девушки. Он сообщил, что 19 октября в результате семейной ссоры ушла из дома, а в неизвестном направлении не вернулась его супруга, гражданка Мусаева, 91 года рождения. Девушка позже была опознана родным братом. У нее остались двое несовершеннолетних детей. Экс-руководителя колонии города Астаны и его заместителя приговорили к трем и двум годам тюрьмы за покровительство осужденному за взятки и хищение Талгату Ермегияеву. Также решением суда бывший руководитель колонии и его заместитель лишены званий полковник и майор за совершение умышленного уголовного правонарушения. Ранее сообщал, что осужденный на 14 лет за взятки и хищение Ермегияев в колонии свободно пил алкоголь, встречался с кем хотел, пользовался мобильным телефоном и интернетом. Во второй части программы, сразу после рекламного блока, смотрите. Мошенники срывали с товаров этикетки, перепечатывали и продавали подделки. Для предотвращения подобных фактов Атамикен подписал меморандум о сотрудничестве с сотрудниками юстиции и типографии. О коммуникативности и открытости в работе управления департаментов и акиматов говорили сегодня ветераны госслужбы. Мероприятие состоялось по инициативе антикоррупционного ведомства. В октябре прошло первенство по плаванию среди юниоров. Спортивные состязания посвятили памяти тренера по плаванию бассейна «Чайка» Зульфире Горельниковой, которая погибла в автокатастрофе. ДИВА ОПТИКА САЛОНДА Тек қана дәл медәл есеп және әрдайым жоғарғы сапада мінсіз баға. ДИВА ОПТИКА САЛОНДА Ең тиімді бағалар. Жақсы аудан мектеп балабақша жақым. Назар аударыңыз, қаламат мега акция. Исалушылардан сирек естейтін ұсынысыңыз. Баспананың шаршы метрі қол жетімді бағамен. Жоғары сапалы патерлер 40-тан 135 шаршы метрге дейін. Айниктелген лоджы, газ плита, есептегіш құрылғысымен тек қана ОО, ЖСК жиреше үліскерлері үшін. Жақсы өмірсіру үшін сатып алуға асық. Расскажите, сколько в вашей жизни было шапок. И я скажу, насколько вы были счастливы. И где сейчас ваша идеальная шапка? Я Ирина Слатыкова. Выбираю выставку «Тысяча шапок». Приглашаем всех с 17 по 21 октября в кинотеатр «Локомотив», улица Уалиханова, 35. Вы смотрите программу «Факт». Продолжим выпуск. В Октюбе зарегистрированы случаи, когда мошенники срывали с товаров этикетки, перепечатывали их и продавали подделки. С этой целью сегодня в Палате предпринимателей Атамикен подписан меморандум о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Департаментом юстиции, управлениями предпринимательства и криминальной полицией, а также администрацией типографии. Сегодня с предпринимателями проведена разъяснительная работа проведена и подписан меморандум. К примеру, у нас был факт в этом году, когда один из предпринимателей заказал себе вывеску. После этого поступило обращение в отношении предпринимателя о том, что его вывеска является чужим товарным знаком. Вывеска была изъята, предприниматель был привлечен к административной ответственности. Вот во избежание подобных фактов и подписывается только меморандум, и проводятся подобные работы. К административной ответственности привлечен еще один из предпринимателей, который установил над своим торговым объектом вывеску с чужим товарным знаком. Приводит пример представитель Департамента юстиции. В рамках подписанного документа отныне типографии будут обязаны принимать меры по недопущению печати этикеток и ценников без документов, подтверждающих права на товарный знак. О коммуникативности и открытости в работе управления Департаментов и Акиматов говорили сегодня ветераны госслужбы. Мероприятие состоялось в филиале Академии государственного управления по инициативе антикоррупционного ведомства и отраслевого профсоюза. Данное мероприятие дает будущим госслужащим огромные возможности. Это так деление опытом. Данные ветераны госорганов дают нам свой жизненный опыт, с чем они сталкивались. Ну как бы проблема госслужащих, она из года в год актуальна. И ветеранам госслужбы им как бы виднее, есть с чем поделиться. Казахстан нуждается в государственных служащих и руководителях новой формации. Такую задачу обозначил президент страны в своем недавнем послании. Чиновники на местах должны сократить барьеры между властью и обществом посредством создания благоприятных условий обратной связи. Гости встречи рассказали молодому поколению госслужащих о принципах в работе с людьми инициативности и честности должностных лиц. Также руководитель департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Расул Медетов обозначил требования, которые предъявляются к будущим чиновникам при устройстве на государственную службу. И к событиям в спорте в Ак-Тубе прошло первенство по плаванию среди юниоров. В нем приняли участие воспитанники детской спортивной школы номер 3. Плавцы были поделены на 5 возрастных групп. Возраст участников варьировался от 8 до 16 лет. Первенство было посвящено памяти тренера по плаванию бассейна «Чайка» Зульфири Горельниковой, которая погибла в автокатастрофе в 33 года. За свою короткую жизнь Горельникова успела подготовить спортсмена, в которой в будущем достигли успехов и стали тренерами. В соревнованиях участвует 250 человек, 5 возрастных групп. Целью соревнований является просмотр резерва и отбор на соревнования, на последующие и выполнение спортивных нормативов, популяризация плавания в Ак-Тубинской области. За свою жизнь Горельникова успела подготовить спортсменов, которые в будущем достигли успехов и стали тренерами. В их числе тренер Алла Губина, ставшая членом сборной Казахстана. Ежегодный турнир по плаванию памяти Зульфиры Горельниковой проводят 13 лет подряд. В соревновании по плаванию приняли участие около 180 юных спортсменов до 16 лет. Троим подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена продлили арест еще на полмесяца, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда. Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом. В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи, зеркал с его автомобилем двоими злоумышленниками. Гибель Тена вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы потребовали отставки министра внутренних дел Касымова и реформ в полиции после случившегося в Алматы, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы работали эффективнее. Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады 2014, победитель чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион седьмых зимних азиатских игр и обладатель множества других наград Денис Тен, стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен погиб в возрасте 25 лет. И подробнее о событиях в мире спорта вы узнаете после рекламы. Оставайтесь с нами. Стиральная машина Кэнди загрузкой на 6 килограмм всего за 79 990 тенге, плюс подарок на сумму 8000. Сулпак. Обходитесь без лишних трат. Сенің балалық шағын бақытты ма? Сен шеш алмайтын қиындықтар болып тұрады ма? Қиындықтарын мен бөлсетін жақындарын бар ма? Ендеше қоңырау шал. 990 000. Тұңдаймыз, түсіндіреміз, көмектесеміз. Тәулік бойы. Кұпияулық сақталады. Балалар мен жас өспірімдерді қолдау қызметі. 990 000. Әрқашан көмекке дайымбыз. Біз сенімен біргеміз. Разнообразия стилей, чыруйши оттенки и скидки до 50%. Несамненно порадуют многих покупателей. Салон Диван Диваныч. В торговом доме Султан. Табиғаттағы керемет мереке. Зимнисат Мирамханасында әрдайым тамаша ауарайы және керемет табет. Шығыс және Европа Асияның тағамдары. Бизинс ланш сағат 12-ден 14.00-ге дейін. Ал сағат кешкі тоғызда бей кеші басталады. Мүлдір бұлақ пен көленкелі сая жол ортасындағы тартымды демалыс. Бізде әр қашан жаз, зимнисат Мирамханасын. Күрі есігі ретропарк пен локомотив кинотеатры арқылы. Казахстанский спецназ стал лучшим в упражнении по освобождению заложников на международных соревнованиях по снайперской стрельбе «Острый клинок-2018», проходящих в Китае. Во второй соревновательный день подразделение специального назначения «Буркют» национальной гвардии, представляющей Казахстан на данных стартах, набрал наилучший результат в упражнении по освобождению заложников. Казахстанская команда поразила все четыре движущихся мишени террорист-заложник. В соревнованиях принимает участие более 100 лучших снайперов из 21 страны, включая Китай, Беларусь, Венгрию, Израиль и Пакистан. Подразделение специального назначения в этом году принимает участие в соревнованиях во второй раз. В первый соревновательный день бойцы спецназа выиграли специальный приз «Острый клинок». Казахстанский борец Нурислам Санаев стал финалистом соревнований по больной борьбе в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира в Венгерском Будапеште. В финале соперником казахстанца будет россиянин Завур Угуев. Поединок за золото состоится сегодня после 22.00 по времени Астаны. В полуфинале Саная взял верх над американским борцом Томасом Гилманом со счетом 11-0, а россиянин победил японца Юйки Тахахаси 7-2. Казахстанские вольники Амадык Бакеев до 70 кг и Мамед Ибрагимов до 97 еще не стартовали в соревнованиях. Казахстанский боксер-профессионал Даниэр Елиусинов, выступающий в полусреднем весе, поднялся на 39 позиций в своем дивизионе после четвертой победы в карьере. Елиусинов выступил в рамках вечера бокса в Бостоне США, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO между американцем Деметриусом Андрадой и намибийцем Олтером Коатун Доквой. Соперником казахстанского боксера был американец Мэтт Доггерти. Поединок был рассчитан на 6 раундов, но завершился в первом победе Елиусинова техническим нокаутом. Этот успех позволил Елиусинову улучшить свое положение в рейтинге боксер-профессионалов и расположился на 224 месте. Для 27-летнего Елиусинова эта победа стала четвертой в профи и второй досрочной. Для него это был второй бой в США, а еще два поединка он провел в Великобритании. Свой следующий бой Елиусинов проведет 30 ноября в Монте-Карло. Казахстанец выступит в Андекарте вечера бокса, главном событии которого встретится экс-чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев и американец Майк Уилсон. Соперник пока неизвестен. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Руководители десятикратных чемпионов России приняли принципиальное решение об увольнении итальянского специалиста. При этом, как сообщает «Спортэкспресс», сменить Карреру на этом посту может Леонардо Жордим, который ранее лишился своей должности во французском Монако. Однако на первое время исполняющим обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо. Напомним, что в матче одиннадцатого тура чемпионата России против тульского «Арсенала» «Спартаковцы» потерпели поражение со счетом 2-3. Проигрыш стал четвертым в сезоне российской премьер-лиги. На этом все. Также смотрите наши новости онлайн на сайте www.urikotv.kz Следите за нами в социальной сети Instagram. Всего хорошего. Ждите новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова